Приветик! Это наше новое выживание в мире Don't Starve Together. В этот раз мы будем выживать за двух одинаковых персонажей. И практически абсолютно одинаковых, даже внешне. Как и любое абсолютное выживание, оно начинается со сбора ресурсов. Всех возможных. Ветки, трава, камни, кремень для создания инструментов. И всё в этом роде. Как обычно. Ну и не надо забывать про еду. Кремень. Чёрт, крош. Подумала, а, это мода про кролика. Это цилиндр нашла, прикинь. Ух ты, повезло. Кстати, особо его не носи, просто в инвентаре подержи. Ой, я знаю, что нашёл. Почему? Логово мухи и огнепухи. Хочешь посмотреть? А я же тоже нужно приручить, да? Муху? Это босс. У неё 30 тысяч здоровья. Я думала, это питомец. Не, из неё можно питомца сделать, приручить. Там, падает дров определённый, который нужен для маленького питомца. Но питомец, это как просто косметика. Он ничего не даёт. Вот если бы это был как гломер, что-нибудь подобное, вот да, было бы интересно. Что-то я не могу венок из цветов найти, а слепая. А где он находится-то? Да. Что-то было. Он... А, всё нашла. Меню новым. А почему цилиндр-то нельзя носить? Его оставь, сохрани, можно сделать шлепусник потом. Угуляю. Переверку. Сейчас сразу угляну, собираю, чтобы когда мы к базе пришли, я построил сразу казан. Где ты хочешь её построить? Пока. Ну вот. Пока я не знаю где. Сейчас камень добудем. Немного. Выбор мест для постройки базы тоже является неотъемлемой частью выживания. И насчёт этого надо как следует подумать. Ой, я крота убила. У него мясо как у скройника падает. Мало. Угу. Маленькое мясо. Из него там похлёбку можно сделать, по-моему. Тевтели, я не уверен. Я казан уже один точно могу сделать. Вот. Один точно смогу сделать казан. Осталось только найти место где. Приземлиться. Желательно, наверное, я... Краткая инструкция по убийству слона. Вам нужно его загнать в угол карты или атаковать дистанционным оружием. После чего нанести пять ударов и отбежать. До его первой атаки. И так повторять, пока он не умрет. Пока что-то многое, это хорошо. Алтарь возрождение нашёл. Так что дополнительная жизнь есть. Можно. Я бы здесь поселился на самом деле. У меня Абигейл, походу, достигла максимального уровня. А она всегда достигается. У меня теперь здоровье 600. На третий уровень всегда достигает максимального уровня. То есть, когда-то она у меня в следующий раз или у тебя погибнет, она на третий день снова достигнет максимального уровня. Венок? Нет. Листриный лес для меня является одним из самых приоритетных биомов. Поскольку здесь чаще всего встречаются деревни свинов и гломер. И таких ресурсов прочих, веточек и енотики есть. Я как раз хотела енота. Ничего себе, что я нашла. Огромный улей, прикинь. А, там это живёт. Чем я тебя найти-то? Сейчас найдём. Чё-то долго она его убивает. Вообще. Капец вообще не догнать его. Угу. Немного. Забери ещё, мил. Много трындец. Очень много бисового. Нам на руку. У тебя есть камушек, да? Да, дам тебе. Ну да. У неё, что-то яйцо, наверное, какое-то, да? Да, у неё яйцо там было, могло я успею мить. Ну там след. Там эта птица вонючая. Я украду яйцо. При постройке базы нужно как минимум разместить один большой костёр, алхимическую машину, несколько казанов и другие принадлежности. Но это для старта. Ну бабочек перебил.